Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Начни с себя. Природоохранная инспекция с начала года установила несколько фактов несанкционированных свалок. Как борются с нерадивыми гражданами. Красный сигнал. Правоохранители усилили контроль на ЖД. Профилактические мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортного травматизма. О чем говорит статистика? Виват Арджижаль в Бобруйском районе пройдет международный пленэр по керамике. Мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Какая тема форума? А также годовая инфляция, чистый четверг и скрытая угроза. В Беларуси активизировались клещи. Сколько человек пострадало? Ставка на промышленную сферу. Президент встретился с делегацией Татарстана и главой региона Рустамом Манихановым. Минск и Казань связывают давние партнерские отношения. Миллиарды долларов, товароборот только прошлого года, половина нефтехимия. Александр Лукашенко отметил, замыкаться на этом не следует. Россияне не понаслышке знают о качестве отечественных товаров. Одно из перспективных направлений – машиностроение. В рамках союзного государства планируется запустить около 15 проектов. Беларусь и Россия будут вместе производить широкую линейку продукции – микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины и другую технику. Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Именно поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание теме в ходе двусторонних переговоров и заседания ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению. Итоги совместной работы мы видим. Созданное, допустим, 20 лет назад общество с ограниченной ответственностью МТЗ «Татарстан» сегодня является своего рода хабом по реализации продукции многих отечественных производителей. Другой пример – Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Александр Лукашенко предложил наладить выпуск компонентов для российских самолетов. У нас для этого есть необходимые компетенции и мощности. Учитывая тот факт, что «Татарстан» вернулся к массовому производству ТУ-214, помощь Беларуси будет весьма кстати. Она позволит сократить импорт авиадеталей и оставить эти деньги внутри союзного государства. Кроме того, на встрече обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта и туризма. Правила твоей безопасности. Правоохранители усилили контроль на станциях БелЖД. Самые главные требования для водителей – запрет на проезд на красный сигнал светофора и самовольное открытие шлагбаума. Плюс строгое соблюдение скоростного режима. Особое внимание пешеходам и велосипедистам – пересекать пути в наушниках, ходить по лезвию ножа. Риск не услышать приближающийся поезд высокий, о чем неустанно говорит статистика. На территории города Бобруська проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, а также непроизводственного травматизма на железнодорожных путях. Всего с начала года в городе пресекли 197 правонарушений. Среди них – переходы, переезды, ЖД-пути в неустановленных местах. Правоохранители напоминают – невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности могут привести к непоправимой трагедии. Повышенная боеготовность, справедливые цены и рыбный соблазн. В стране вводится запрет на лов судака. С чем связаны санкции? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Годовая инфляция в Беларуси снизилась до 6%. В марте подешевели продукты, бытовая химия, топливо и услуги связи. Это стало возможным благодаря внедрению новой системы ценообразования. Показатель роста цен падает восьмой месяц подряд. При отсутствии шоковых ситуаций для экономики страны, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости товаров. По поручению президента в вооруженных силах проходит проверка боевой готовности. Ревизия носит комплексный характер. Тестируются органы управления, способность подразделений действовать в сложных условиях, система комплектования. Помимо этого определяются и точки роста потенциала армии. Контрольный срез имеет как никогда большую глубину. В Беларуси активизировались клещи. В прошлом месяце от их укусов пострадало более 200 человек. Это в три раза больше, чем в марте 2022. Эпидемиологи отмечают, численность паразитов выросла на 10%. Если избежать неприятной встречи с насекомым не удалось, специалисты советуют немедленно обратиться к инфекционисту в поликлинику по месту жительства. Православные верующие празднуют Чистый Четверг. Его считают одним из главных дней Седмицы. Во время богослужений вспоминают важнейшее евангельское событие – Тайную Вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам. Хозяйки в этот день готовят писанки, крашенки, куличи и пасхи. Это последняя неделя Великого Поста, которая предваряет один из главных христианских праздников – Пасху. С 15 апреля по 30 мая в стране вводится запрет на лов судака. У хищника в этот период нерест. За незаконную добычу грозит штраф до 2000. Также придется возместить причиненный вред природным ресурсам в троекратном размере – по 666 рублей за каждую осадь. В некоторых случаях браконьеров ждет уголовная ответственность. Комфортные условия – задача номер один. В Бобруйске проходят мониторинги учреждений здравоохранения. Администрация Ленинского района и городской совет депутатов проверяют детскую больницу на контроле состояния процедурных кабинетов и санитарных комнат, в частности стен, пола, санузлов, умывальников, уборочного инвентаря и мебели. Главная задача – чтобы везде был порядок. Реконструкция была три года назад в городской детской больнице. Тем не менее, за эти три года все поддерживается на должном высоком уровне. Поэтому помощь детскому населению города Бобруйска оказывается в полном объеме с соблюдением всех санитарных норм и правил. Такие рейды помогают выявить болевые точки в системе. Чтобы их можно было оперативно исправить и тем самым повысить качество и доступность медицинских услуг. Деньги на мусор. Природоохранная инспекция с начала года установила несколько фактов несанкционированных свалок. Сумма ущерба – около 3,5 тысяч рублей. Нарушители обязаны не только платить штраф, но и убрать за собой. Кому нужны чистота и порядок – далее. Пластисфера. В лесопарковой зоне микрорайона Киселевича администрация Первомайского района молодежь и просто неравнодушные убирают мусор по собственной инициативе. Концернные банки, пластиковые бутылки, всевозможные упаковки и даже старая мебель. Отсюда вывозят тонны отходов. По статистике, не меньше 40% из них ценное вторичное сырье. Вот только человеческая лень и безответственность не позволяет хлому попасть на переработку. Бросить легче, чем донести до урны, которые буквально на каждом шагу. Люди бросают мусор, где придется, как придется, и не смотрят ни на что. Вот там мне, это мой больной вопрос. Стоит более быть аккуратными, смотреть за собой, как в квартире, и не бросать. Сакон, особенно окурки, очень много окурки, пищевые отходы бросают. В обручании, пожалуйста, давайте беречь все-таки экологию, все-таки жить дальше поколению нашему здесь, поэтому давайте сохранять чистоту. Углеродный след. В то время, как весь мир борется с целыми мусорными континентами в Мировом океане, кто-то постоянно устраивает свалки в городах. Такая картина – частые явления на окраине Титовки, в Еловиках, в микрорайоне Западной. К тому же, в активную фазу вступил сезон пикников, а это значит, на земле окажутся остатки пищи, пластиковые стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные обертки. 300 миллионов тонн пластика ежегодно сбивают водные пути, моря и улицы. За размещение отходов в несанкционированных мест законодательством предусмотрена административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 5 до 1000 базовых величин. Сейчас проблем с установлением личности размещающих отходов нет, потому что очень широко используется практика установки скрытых фотоловушек и иных средств фото- и видеофиксации. Сохраните природу. Те, кто не бросает фантики, где попало, часто сжигает ненужные вещи. Якобы это быстро и безопасно. Фейк. Любые отходы содержат в себе тяжелые металлы, в частности ртуть и соединение свинца, которые попадают в почву, воздух и даже воду. Плюс личная безопасность. Если не учесть силу и направление ветра, возгорание может стать неконтролируемым и в считанные минуты смести с лица земли все стоящее рядом. В лесу запрещается разводить костры в хвойном молодняке, под кронами деревьев и на торфяниках. Уходя, помните, что нужно до конца затушить свой костер, не оставлять спички, окурки и, конечно же, стекло, чтобы не было условий для возникновения возгорания. Берегите себя и нашу природу. Не стоять в стороне. Внести свою лепту и сделать город чище можно будет 22 апреля на Республиканском субботнике. В скверы и лесопарковые зоны на улицы и во дворы выйдет около трех миллионов человек. Намусорить легче, чем убрать. Ну, по-человечески ли это? Вопрос. Кристина Риенц, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. От традиций к современности через опыт мастерства в Бобруйском районе пройдет 18-й международный пленэр по керамике «Арджижель-2023». Форум соберет белорусских и иностранных профессиональных художников с 12 июля по 2 августа. Место встречи – традиционная база отдыха «Вербки» на живописном берегу Березины. Заявки принимаются до 20 апреля. Тема этого года – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Тема достаточно сложная для воплощения в декоративно-прикладном искусстве. Но, наверное, тема интереснее задачи. И я думаю, что по итогам пленэра мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Организаторами форума выступают Горсполком, Могилевский облсполком и Белорусский союз художников. Ежегодный слет керамистов, напомним, проводится с 2003-го. За это время в пленэре поучаствовали более 150 мастеров из 25 стран. В дальнейшем с их работами широкая публика смогла познакомиться на выставках в Бобруйске, Могилеве и Минске. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!